А теперь смотрите, я вам покажу несколько красивых снимков, поймете, как я готовился к этому вебинару. Красиво? Нет, скажите некрасиво и отключайтесь. Вот это вот багрянец, это невероятной красоты все, что вы видите. Ну, наверное, здесь деревья не калечили, да? Наверное. В лесу видели? Вот саму краешку. Слава Богу, не убрали. Смотрим дальше. Дальше. Осенняя пора очарования. Есть стихи, я их не могу запомнить никак. Так вот, видите эти листья? Эти листья кормят дерево. Вот эти листья, часть дерева, это учёба. Пусть я повторюсь, но после такого письма я должен повториться. Может, таких дендуралов станет больше, хотя бы немного. Вот эти листья и упавшие листья, всё принадлежит дереву. Иначе теперь тут не было. Согласны? Всё принадлежит дереву. А теперь скажите, если вы поднимете этот лист, подержите на ладони, посмотрите на его форму, если вы инженеры, вот ещё мне пару человек позвонил, а ты оказались в собой инженеры, и он меня поддержит. Вот. И вот меня вот это, инженер посмотрит, скажет, вот эти вот прожилки, да, вот эти вот, что, для чего они нужны? Он уже догадается, да. Например, форма листа догадается, вот. Прожилки – это скелет листа, пусть громко сказано. И получается уже что-то, уже для чего. Но главное, возьмёшь лист и полюбуйся на него. И если бы учительница привела трёх-пятиклассиков в этот парк, подняла листья и сказала, ребята, это принадлежит дереву. Вот мы взяли, полюбовались, это красота, это дети, это не мусор. Это неописуемая красота, принадлежит дереву, это её. Всё, положите аккуратно, вы подержали веточки? Положите на место, на место. И тогда вот это всё не понадобилось бы. Идёт борьба. Ну, хорошо, хоть всё-таки вы меня так успокоили. Значит, я не сошёл с ума. Значит, кто-то в институте, в институте борется за то, чтобы осеннюю борьбу листьев не делать. А может быть, даже от меня уже узнали. А теперь смотрим сюда. Я всё-таки это... Не удержался. Ой, волнуюсь, читая. Унылая пора, отчей очарование. Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышная природа убедания, Вогрессы в золото одетые леса. В весенях ветра шум и свежее дыхание. И мглой волнистой покрыты небеса. И редкий солнца луч, и первые морозы, И отдалённые седой зимы угрозы. Вот, видите. Пушкин это видел. Пушкин видел. А в университетах... Как вас на свой лад переделать? И тут нет ничего обидного. Тихушечку завтра взять и сказать, Когда кто-то вам пришлёт, А там нет ни одного листочка. Вот, вы что видели, да? И уже эта же самая Наталья, Или эта же Ольга должны сказать, Вы ошиблись. Вы вычистили всю траву, А значит будут замерзать корни. Вы убрали всю листу, Значит, дереву нечего кушать. Уже завтра вы скажете, Никто вас на это не убьёт. И у вас же диплом в кармане. Теперь можете, Если вас даже учил предыдущий профессор, На выпускном там этом году, Уберите всю листу, Там зимой эти проклятые Эти самые всеми насекомые. Уже диплом в кармане. Теперь говорите, что думаете? И вот теперь смотрите. Если здесь дорожка, Вот эту и до туда, Чтобы это пронести, Знаете, как нести? Погнать. Берёте международную ручку. Вот так. А на западе, И во многих странах, И у нас уже покупают, ЖЭКи, Пылесосы наоборот. То есть, У-у-у-у. Секунд. Сорок, да? Нет, ладно. Две минуты, И уже там, В самом конце. Чистая, Пожалуйста. Пусть сохраняется чистота. Потому что вот эти листья, Они пропали. Вы их сдуете или сметите. Я советую ЖЭКам, И всем людям нормальным. Сметите их обратно по дереву. Деревня не виновата, что здесь асфальт или плитка. Вот туда сметите, и они позже сразу будут. И чисто, и всё. И вот это всё, красота, вот это вот багрянец этот по Пушкину. Рассиальная краса природы уведания. Пушкин это это. Для чего Пушкин? Вот это всё заставит мысу брить. Вот урок литературы. Скажут, на следующий день, чтобы вы мне, отчая наша, а этот самый, вызубрили и рассказали. И человек вызубрит и даже не вникнет, что такое прощальная краса. А вот тут же отведите их в лес и покажите. И они никогда не будут трогать эту траву и эту лесу. Смотрите, это тихий ужас. Творником. Сейчас, 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 сейчас. Я последнюю секунду нашёл эти две фотографии. Когда-то показывал, помните, старая гвардия. Вот на хрена вот это метёт. Ну ладно бы со свальта высынул. Деревья за что? Деревья искалечены людьми. Вот. Они белят, хотя дерево, побелка только вредит. Никакой пользы. Глупость несусветная. И ещё вот это вот, представляете, ведёт ещё, это как будто нарочно, как будто нарочно издевательство над людьми. Вот. Никакого этого, у вас борьба идёт. Кто-то считает, что лесу убирать не надо. Но почему ваши учёные не бьются за это? Почему я один на всю страну? Однажды, когда я уже кричал, когда я ездил по Уралу, когда я показывал десятки километров, в розовый и в зелёный цвет покрашенные дикоросы вдоль дорог. Целые скверы покрашены, поверите, розовой и зелёной краской. Ещё раз говорю, не бей этим, не известно, как это, краской. И когда я вернулся с этой поездки, я там лекции читал в Терябинске, я ехал много километров на автобусе, там меня пригласили как специалиста кое-куда. И я всё это увидел, я сделал несколько десяток фотографий, я рассказал. И одно только, что вот в таком городе, уровне района город, мэр сказал, значит, прекращаем побелку, покраску деревьев до выяснения вопроса, а нужна ли она эта побелка? Где-то услышал, может от меня. Вот это, целые города, миллионы деревьев. Зачем? За что? И что интересно, да? Деревья надо искалечить, видите, они искалечены, полностью искалечены. Их надо искалечить, а для красоты побелить. Что-то надо одно. Теперь я продолжаю ваше письмо. У меня ещё большие планы на свой огромный сад. Вот здесь, знаете, это с вами Рослава, у меня как получилось? Многие видели мой вебинар, частично посвящённый тоже. Женщина, у неё огромные планы, были 6 гектар. Она уже закупила часть этих самых дерьмовых саженцев в ближайшем. Это, когда я рассказал, я теперь боюсь про ваш огромный сад, когда я всё это рассказал, они, может, увидели тот вебинар, может, не видели. Я его сам теперь не найду. Такое количество мы делаем. Вот, получается, там, трактор нужен, опытный нужен, но этот опытный-то и загубит. Вот, есть вопросы к агротехнике, то есть не к этому, где взять материал, где это самое, где вода. В общем, когда я всё это вывалил ей на голову, а она уже, ограда есть, ремянки есть, колодец есть, вот, осталось садить-садить. То, что возьмёт, всё погибнет. Уже видно было, часть взяла, уже видно было, что взяла дерьмо. Вот, а я далеко, а всё это предупреждение, что кто будет его охранять, вот, и, ну, я там пункт за пунктом, и получилось так, что все пора тишина. Если отговорил, то я считаю, что я спас много денег. Вот. Много нервов. А если не отговорил, она же как хотела? Она не хотела учиться, она не хотела вникать, она хотела просадить, чтобы он вырос. Но тогда нужен специалист, а эти специалисты, они это, сами знаете, какие. Вот и самое. Мы еще с вами будем изучать эту, как называется. Не флористику, а флористику, это с цветами. Глассаптику. Глассапти дизайн. Так, теперь вы знаете верный путь. Вам обязательно надо посмотреть токино, где я отговаривал москвичку. Я у вас заказывал кусочки весной. Общалась с вами по телефону. Если помните, женщине и дочке я решил сделать заказ. А, во-во-во. Котики не достались последние. Дело в том, что так уж получилось, что вам достались недострочированные. А, все, правильно. Правда, мало прикосов зашло. Я предупреждал. Очень поздно посадил. Но я буду надеяться, верить, что в следующем году зайдут. И вот. А тут у меня улчака не взошли. Косточки приходит в следующий год. Человек пишет. Нашла или нашел. Все они в кровном уголке. Они были мышами выкопаны. И в одном месте спрятаны для того, чтобы их съели. То есть, что досталось мышам. Так что, видите, как. Вы видите, взойдут. Очень много врагов у косточек. Зато в зашли явно не вишни. Вот вишни взошли, это здорово, потому что мне всех написал, вишни вообще не взошли. Мне так обидно, но что проще-то вишни-то. Вот. Денежку, что переписки вышли, я прислал на книгу. Ну, получилось так, что на книгу попало только 200 рублей на одну. из пяти этих самых, пяти, как в серии. А остальные, вот, текучку все оплатил. Это даже не обсуждается. Вот это спасибо. То есть, получается, вы подарили. Все заказы, все косточки, я буду оплачивать дополнительно. Жду, ваше урожай, не меньше вас. Но этот год вы первые. В моем списке вы первые. Теперь хорошо, напомню о себе. Переписку можно публиковать. Еще не все, еще впереди весь разговор. Фото пришлю. Спасибо за фото, вы оказались даже краше, чем я думал. Ну, как-то мысль, строить себя образ. Так, в университете я на вечернем училась, связи прямых нет. А знаете, это почему? Потому что, вы уже знаете, я все время призываю, в университете нужно строить революцию. Нужно менять учебные программы. Нужно, наконец, учить тому, что принесет пользу, а не забудется на второй день после этого. Знаете, как, выпускной, потом обмывка, и все забыто. Так, а у вас прямой связи нет? Ну, у вас нет, но я же, мы же не только двоим читаем на это ваше письмо. В сентябре попробую поговорить с кем-то. Сейчас все на дачах и отпусках, никого не застань. Если у вас нет знакомых в окружении Путина и прочих товарищей высшее звено, то можете даже не говорить. Я показывал, кто помнит мои первые революбинары, я показывал мой ответ. Я этому в отчаянии, не только Путина, я Лукашенко отправил учебные диски, учебные, книгу. Ответ был от замминистра сельского хозяйства. Так, ну, к нему спустили. Замминистра сельского хозяйства и за администрацией Лукашенко спустили этого. А там были страшные дела творились. Они тратили много денег на закладку новых садов. Они, как, знаете, серьезный разговор, временем. Значит, получилось так, что, когда только рухнула советская власть, вот, а там вроде бы сохранилось. Вроде бы. Ну, то есть, то же самое стиль руководства, все тоже. Вот. Я надеялся, что там лучше относится к этому. Я начал в статьях упоминать Белоруссию. А мне присылают книги, газету, называется «Советская Белоруссия». А она, окажется, осталась, прям так, эта газета. И она правительственная. А там написано, вы столько зайчиков потратили на новый яблоневый сад, а я перевел зайчики в доллары по курсу. Получилось 15 миллионов долларов. Это гигантская сумма. Попробуйте перевести в рубли. Миллиард же получится, да? Вот. И она, сего написано, что через колец сад был мертв, а сейчас отпускаются деньги на его реанимацию. То есть, видимо, некоторые деревья еще полудохло. Ну, то есть, еще эти деньги пустят. Если даже в Белоруссии не ворвали, вот, допустим, то, значит, просто не умеют выращивать. И когда они прочитали книгу, кто-то, клевт из них прочитал, замминистра, замминистра будет железно отвечать, причем, это не его, или кто-то из его помощников это написал. Вы, это, молодец, ваша книга очень ценна, дачникам, а мы имеем в виду промышленное производство, как резали, так и будем резать. Вот. Вот примерно так же получилось. И что дальше? Значит, если на этом уровне вопрос не решается, то есть, причину, он назвал все-таки, то, что резали, он сказал, мы работаем по регламенту. Точка. Вот это самое страшное, что мы работаем по регламенту. И никого вы не убедите, никого вы не убедите. Субтитры создавал DimaTorzok